Ни какого монтажа, всё так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Понедельник лайв. Радио Семьбельцы и программа Понедельник лайв, которая выпускается каждый понедельник, начиная с 10 часов совместными усилиями интернет-телевидения TVBals и радио Семьбельцы. У нас сегодня в гостях... Вот у тебя записано, Эльвира, кстати? Вот сейчас Эльвира Шуваева, главный редактор TVBals, расскажет о наших гостях и сделает это всё вместе со всеми регалиями. Ещё раз доброе утро, продолжаем эфир. У нас сегодня в гостях на радио Семь. Начнём с прекрасной половины. Татьяна Николаевна Сузанская, доцент Бельского государственного университета, руководитель Русского центра. Владимир Николаевич Бражук, доктор филологии, замдекана факультета словесности. Он же главный организатор диктанта, методист Русского центра. И по левую руку от Татьяны Николаевны, да, Фёдора Михайловича Горленко, это доктор филологии, представитель экспертной комиссии тотального диктанта. Если можно, так сразу же первый женский вопрос, я от себя, а потом продолжит Александр. Когда я сказала, что у нас проходил тотальный диктант, некоторые, вот что самое удивительное, не знают. А что такое тотальный диктант? Да, я не знаю, я обращаюсь ко всем, вот кто пожелает. Это вопрос председателя экспертной комиссии, который непосредственно связан с проверкой, что называется, языковых знаний. В сознании многих носителей русского языка слово тотальный смешивается с его паронимом тоталитарный, то есть диктаторский. А тотальный в буквальном переводе на русский язык, это слово латинского происхождения, означает всеобщий, всеохватывающий, то есть который охватывает людей любого возраста. Он называется тотальный. А у носителей языка, как правило, тотальный смешивается с тоталитарным, с диктаторским. Есть тоталитарный режим, но тотальный диктант. У нас диктант тотальный, даже дикторы российского телевидения и радио иногда, иронизируя, называют вместо диктор, кто диктант, диктатор, и берут это слово в кавычки, то есть понимая, что могут смешиваться эти слова паронимом. А кто у нас был диктатором, скажем так, в кавычках? Кто у нас читал диктант? Петр Михайлович, это вы у нас были, да? Да. Он не был диктатором, потому что мне звонили студенты и школьники, и говорили, что очень хорошо Федор Михайлович прочел диктант. Говорят, лучше, чем Иванов. Иванов очень быстро, чем Иванов. Не хуже автор, скажем так, да? Федор Михайлович четко, с расстановкой, доходчиво. Многие даже хотели, чтобы он и в конце тоже прочитал так. Он практически посидинанток применения, да, уже прошел. Да, да, да. Тут уже не надо было задумываться. Ну, слово тоталитарное, наверное, не так режет слух здесь в Молдове, потому что имеет корни латинские, тотал, всеобщий. И это как-то воспринимается не всеми однозначно плохо. В мобильной технике, скажем, в телефонах, предположим, когда набираешь сообщение, есть такая система Т-9, которая забегает вперед и пытается дополнить слово. Так, когда пишешь тотал, то добивает именно тотальный диктат. Диктат. Диктат, да. А я вот что хотел про диктование сказать. Ты же, я же писал, я же знаю как-то все. Ну, мы вас сейчас похвалим. Вы хотите похвалить Александра? Как он написал? Я просто должен был. У меня семья такая. У меня дома просто не понятки. Я все вовремя. Мама, у себя русская. Да, да, да. А бабушка? А бабушка это вообще у нас? Да, Пайна Раиса Борисовна в кафедре была. Русской литературы? В 50-е, по-моему, года. Еще и меня не было. Теперь я понимаю, в кого он так поменял. Я помню Раису Борисовну Пайну на первом курсе в конце 60-х. Как давно это... Вообще, я вам скажу, я буквально два слова про нее скажу, про бабушку, и пойдем по делу. Я хочу вам сказать, что у нас семья, она семья, она, конечно, большая, но тем не менее, белорусскими корнями, у всех, вот по всем линиям, жестко убежденные. Самый умный след семьи, это Раиса Борисовна, за всю историю нашей семьи. И никто даже не спорит, и все уверены на этом 100%. А по поводу диктования. Наставила, кстати, замечательный пушкинский праздник. Ну, эти дети как я. Да, замечательный пушкинский праздник. Ты расстался в памяти многих поколений студентов. А я хотел вот о чем сказать. Они его назвали Александром, профессора Александра Сергеевича Пушкина. Сама папа связана. Матушка хотела назвать... Я его учила читать уже в три года. Матушка хотела назвать Виталиком, но, слава Богу, назвали Александром. Ну, что вы все про меня? Я вот что хотел сказать. Федор Михайлович, вы когда читали, у меня вообще такое есть заблуждение популярное для многих, что там, где преподаватель останавливается, он запятую ставит. Или какой-то знак припинания. Ну, как минимум. Я понимаю, что у тех, кто писал в диктант, было определенное волнение, поскольку аудитория разного возраста, и я в основном ориентировался на этих самых милых детишек, которые сидели за первым столом. Наблюдал за их мотерной памятью, как они двигали ручкой. Естественно, иногда членил текст на синтагмы, то есть на смысловые блоки, не так, как это положено по нормам. Даже если первое предложение начинается так, «Мои мама и папа работали инженерами», Россия предлагала диктовать так, «Мои мама и папа работали инженерами», записали, я диктовал, «Мои мама и папа работали инженерами», и так далее. Ну, и есть некоторые участники, которые, ориентируясь на такое смысловое членение, ставили запятые всюду, где я устанавливался. Это неправильно, мы будем знать, что если преподаватель остановился, то сильный повод поставить запятую. Поэтому всегда слушают последнее чтение, когда ты третий раз читаешь предложение, ты же его уже читаешь в соответствии с расстановкой знаков припинания, интонируешь так, чтобы можно было поставить либо двоеточие, либо тире, либо запятую. Синтагма – это смысловая часть. Интонационная смысловая часть, да, любой фразы, любого предложения. Ну, я не говорю, что я идеально читал. Нет, ну вы олимпийский просто читали. Я в жизни так не слышал, чтобы читали. По три раза. Это очень сказка. Мы просто говорим о том, что сам текст по содержанию Алексеева, вот я так выражаюсь на молодежном жаргоне, на него запал. Вам понравилось? Да, я его прочитал. А мне нет. Дома, и в него философско-нравственное содержание, я понял, о чем он. Поэтому для написания таких диктантов надо аудиторию готовить. Готовить. Когда человек понимает, о чем текст, действительно, сам писатель прочитал так, что, в общем-то, ребенок не мог даже воспринять содержание этого текста. Когда мы понимаем, что это текст об быстротечности человеческой жизни, о том, что поезд уже никогда не вернется в реальность. А он может только возвратиться к тексту в своей памяти. Послушайте, я прошу прощения, что перебиваю. Послушайте простого человека. Знаете, про что этот текст? Про Советский Союз. Что все? Нет, он, наверное, о философии времени, он о детстве, об этом взаимоотношении времени и детства. Во-первых, нужно знать, наверное, кухню того, как он готовится. Во-первых, выбирается какой-то знаковый автор для тотального диктанта. Алексей Иванов, автор бестселлера «Географ Глобус Пропил». Лауреат. Алексей Иванов составил эссе на тему детства, время. И потом комиссия в Новосибирске. Лингвисты, они еще, наверное, не наверное, а точно, они работали над этим текстом вместе с автором и дополняли его орфограммами, пунктограммами, для того, чтобы он был немножечко, наверное, знаете, сложнее, чем обычный текст. Сложнее? Да, потому что обычный текст, говорит сам Алексей Иванов, писать неинтересно. Простой. Он считал, что аудиторию определенную, наверное, текст хорош для тренировки, а немножечко, на один балл сложнее, чем простой, он хорош для того, чтобы предложить вот этот флешмоб, эту акцию. А мне кажется, я боюсь быть примитивным человеком перед вами, но мне кажется, что этот текст как-то мне вот, я понимаю, что это не так, но у меня в подсознательном голове уложилось показать, насколько ничтожны наши знания русского языка. Нет, мне так не показалось. Никто такой, конечно, перед собой такой целью. Но оно цельное. Да, но вот это вот искусственное внедрение в авторский текст, когда мы его сознательно, искусственно нафаршировываем какими-то аркограммами и пунктограммами. Сам автор это делал. Он, естественно, при этом что-то утрачивает. Основной недостаток этого текста с языковой точки зрения, там 15 факультативных знаков припинания, когда ребенок может поставить запятую или участник, тире или двоеточие. Все зависит от того, кто диктует. Если я диктую с такой интонацией, чтобы участник поставил двоеточие, он ставит запятую, значит получается, что сам диктатор в принципе не доносит авторскую мысль. Недостаток этого диктанта только в этом. Поэтому при проверке, естественно, все это учитывалось, выяснилось, что все это не засчитывали как ошибки. Не засчитывали. Не засчитывали. Владимир Николаевич, а Вы бы как прочли этот текст? Я бы как прочел. Вы бы по-другому? Еще лучше. Нет, Федор Михайлович хорошо очень прочел, замечательно. Я бы хотел немного уточнить, вот Вы назвали меня организатором этого мероприятия, главного. Жбельца. Жбельца. Все-таки, наверное, точнее было стать координатором, потому что главный организатор это. Нет, нет, Вы все правильно обозначили. Ну, посмотрим. Но главный организатор это все-таки Новосибирский государственный университет, студенты. Это пошло все, видите, снизу, как Федор Михайлович заметил. Это очень хорошо для акции, то, что это придумали не профессора. Организатор в Бельцах. Давайте прервемся на рекламу, прошу прощения. Понедельник лайв. Двигаемся дальше. Еще у нас в гостях преподаватели кафедры словистики. Какое-то название. Почему словистики? Как-то раньше это было проще называлось. Потому что кафедра объединяет и русоведов, и украиноведов, и у нас еще есть польский центр, он относится тоже к кафедре словистики. Поэтому и кафедра словистики. Словистики или словесности? Словистики. А факультет словесности. Мы говорим о русском языке. Даже ситуация, что тотальный и тоталитарный. Есть словесность и есть словистика. Словистика – это наука языковая, лингвистическая дисциплина, которая изучает славянские языки. Южнославянские, восточнославянские, западнославянские. Тут Татьяна Николаевна абсолютно справедлива, поскольку кафедра представлена несколькими секциями. Украинистика, польский язык, польский и русский. Поэтому кафедра называется кафедрой словистики, а факультет словесности, где изучают слово в широком смысле. Я озвучила правильно. Теперь я хочу поправить Владимира Николаевича. Я, может, допустила какую-то ошибочку. Нет, никакой. Владимир Николаевич, давайте я добавлю, а вы продолжите. Владимира Николаевича Вражук, еще раз, доктор филологии, замдекана факультета словесности, координатор диктанта. Да, все. Вы сказали, что вы сказали «локальный организатор». Начнем сначала. Нет, я не в том плане поправил, просто хотел бы сказать про всех, что один человек, как в романе у Хемингуэя, там есть такая фраза «человек один не может ни черта». Это «иметь или не иметь» роман называется. Так если бы я был один, я бы ничего этого не сделал. Именно координатор в каком плане? В том, что я связался с Новосибирском. Сказал, что здесь есть в Бельцах русские центры замечательные, и мы хотим организовать площадку у нас в городе Бельц. Татьяна Николаевна увидела центр, всю эту идею мы вместе осмыслили. Это было три года назад? Нет, вот именно обратились в Новосибирск мы в этом году. В этом году? Дальше года назад мы только начинали подключаться, и это делали через интернет, онлайн, либо подсоединялись, подключались к Кишиневу в прошлом году. И, конечно, как координатор я получал всю документацию из Новосибирска напрямую. Они начинали выслать ее прямо буквально с января. Там было очень много документации. В частности, мы могли устроить русский по пятницам, и выслали прямо целые уроки. И, может быть, в будущее мы продумаем. Там где-то за месяц можно проходить специальные уроки. Могут приходить из города и готовиться к данному диктанту. Потом мне прислали очень много информации, как там сделать эти офисы. Это как факультативное занятие, скажем так. Да, да, да. Очень много всего. Это интересно. И еще, еще, еще что? Высылали... Потому что с января тоже убиться можно. Они не знают, что зайцы научат спички зажигеть. Они рассказывали, как правильно организовать рекламу в социальных сетях, как открывать там группы, как привлекать в городах и спонсоров, и администрацию, и школы. То есть они как бы там научают. Если можно выразиться так. Они даже приглашали туда на конференцию в Новосибирск. Но у нас не было средств, чтобы туда поехали. Вот в следующий раз. Кто-то нас проспонсирует. Я думаю, что я хочу вам сказать, что по своему опыту найти спонсорские деньги гораздо проще, чем вы думаете. Я серьезно вам говорю. Просто понимаете, дело в чем? У нас есть такая беда. Я вас тоже чуть-чуть научу, если можно. У нас есть такая беда, когда приходит человек и говорит, «Вы знаете, ну там какому-то бизнесмену, у меня есть такая классная идея, мы там хотим устроить праздник там зеленого горошка, я предположу». И это все, что он может сказать об этом. И предприниматель, он естественно, как бы там ни было, он достаточно большим трудом свои деньги заработал. И под такие, извините, левые объяснения мне очень хочется давать. И когда человек приходит и говорит, «Мы делали год назад, делали два года, три года назад. Вот видите, это было так, вот видите, было то, и это было эдак». И человек, отчасти, может быть, даже зажигается. Я приведу пример. У нас на эфире была девочка, второе место в своем возрасте по карате в мире. В мире! Уникально. И она говорит, у меня нет денег поехать на чемпионат, а я бы так хотела туда-сюда. Я говорю, иди, скажи, иди объясни, скажи, что я без пяти минут чемпионки. Дают на какую-то ерунду спонсорские деньги. А тут, и спонсор рядом с чемпионом. Так что, это вполне реально, я полагаю. В следующем году мы привлечем спонсора. Да, я считаю, обязательно. Знаете, с этого года уже привлекатель. Это уже... Мало, немного. Это в какой-то степени тотальный диктант. Он в какой-то степени стал престижным. Мне, откровенно говоря, когда пришел, мне казалось, что много очень детей привели в учебную. Ну, что я здесь делаю, да? Привели, не-не-не, привели учителя. Типа там, от шестой школы восемь человек, от пятой детей. Так оно и было, да? Возможно. Но мы, когда нас поддержала премария и отдел образования премарии, мы же разослали туда афиши. Там написано «добровольно». Мы стали преподавателем тоже, что это акция добровольная. И подчеркивали добровольность. Знаете, добровольно. Колхоз делает добровольно. Хочешь, что пани, хочешь, корову отберем. Это нормальное явление. Не исключено, может быть, что кого-то... Но мне кажется, что такое дело, что преподаватели объяснили, что это интересно, ребята. Давайте мы сходим, проверим нашу грамотность, напишем оценок. Не будет вам выставлять там негативные за семестры, за седние годы. И если позволите, у меня вышло, когда я писал, когда я слушал, смотрел, у меня мысль пришла. Вот тут основная идея в том, что это анонимно. Правда ведь? Да. Ты можешь не бояться. Даже если ты вообще бред сивый, кому напишешь, то об этом никто не узнает. Личный человек только один узнает. Послушайте, а может провести открытый чемпионат Бельс по русскому языку? А что значит чемпионат? Ну вот то же самое, но только... Состязание. Да? Состязание. Для самого грамотного бельчанина. А не так глупо, между прочим. Не, не так глупо, и Олимпиады на это направлены, и вот такие тотальные акции на это могут быть направлены. Ну вот только не Олимпиады как бы для детей, а для всех. Александр, что мне хочется подчеркнуть, что тотальный диктант – это преодоление себя. Вот приди, вот преодолей что-то в себе, вот напиши, вот попробуй свои силы. Это не оценка, это не проверка вот сугубо, такая проверка грамотности. Организаторы об этом и сказали в видеоролике, они прямо обратились. Может быть это вторая задача, вот Владимир Николаевич говорит об этом, что прямо и организаторы это подчеркивали. Но вот это преодоление, это тоже чрезвычайно важно. Я хочу, что я там преодоление не могу. Мы же всего боимся. Ты два года шел к тому, чтобы прийти сюда. Я всю жизнь к этому не знаю. Да. Но ты преодолел только на третий год. Я хочу сказать, что когда доктор наук читает диктант, это вам не просто так. Ну хорошо, это ты знаешь, дети же не знают. Они видят. Дети знают. Даже не надо. Потому что мы с Татьяной Николаевной являемся авторами учебников по русскому языку и литературе всего гимназического цикла с пятого по девятый класс. Ну и естественно, грамотные учители, они в основном наши выпускники. Когда приходит первый раз на урок к ребенку в пятом классе, он говорит, ребята, вот эти авторы, наши земляки, они живут в Бельцах. Дети очень удивляются. Потому что в сознании ребенка, если это автор учебника, то ему 90 лет. Да, или он уже покойный. А тут оказывается, что он все равно жив. С 90-летним легче, он добрый дедушкой, почти Дед Мороз. А тут мужчина такой, что и ответить может при необходимости. Нет, Федор Михайлович читал не сурово. Ну взрослые, когда писали, да, они просто слушали, они на слух воспринимали. А дети, знаете, как вот я наблюдала за ними, я снимала, они в рот вам смотрели, моя мама меня учила. Когда диктует диктант, да, вот ты смотри, артикуляция, да. Если ты хочешь правильно написать. Вот так все дети, я наблюдала, некоторые даже пытались списывать, были там более старшего поколения, знаете. Они следили за артикуляцией. Да, они следили, они просто на слух. А дети, они прямо вот так вот, 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 вот. Это надо было видеть, слушать, насколько это интересно. Ну, я это чувствовал, я даже это... Чувствовали, да, поэтому так и читали. Поэтому я на детей работал. Ну, им было интересно, во-первых, это посторонний человек. Читает не так, как учитель. Я сто процентов ни в одной школе по три раза не читаю. Железно. У вас как в начальных классах, знаете, как диктует. Это нормально по три раза. Значит, у нас в наших школах ненормально. Это традиционно. Это говорит о том, что можно не бояться приходить и писать его. Совершенно верно, нет. Потому что мы очень мало было взрослых. Может быть, в следующем году будет больше людей. А это каждый раз в одно и то же время у вас каждый год, например, в апрель, да? Апрель месяц. Да, не всегда, фибриды заранее. И хорошая дата День космонавтики. Вы нас предупреждаете, чтобы мы тоже как-то немного... Если мы организуем площадку, вообще там любой желающий горожанин может зайти на сайт, там он их писал, хочу стать организатором. Если кто-то хочет стать организатором в городе Бельце, он может взять себя, или можем с ним скоординироваться, сделать несколько площадок. В Тишневе три. По школам, да. В Тишневе славянский университет, Русский центр и культуры. Ну, каждый хочет университет. Ну, мне кажется, нужна аудитория побольше, потому что, если в этом году было сколько человек более? 145 человек. 145 человек. А в прошлом году было там, ну, меньше, скажем, значительно меньше. Поэтому, смотрю, у вас идет по нарастающей, вам нужно, я не знаю, там даже где проводить. Вот над этим мы уже будем думать. Нет, можно организовать и соседнюю аудиторию, мы уже с Владимиром Николаевичем говорили об этом. А это были русскоязычные вот лицеи и гимназии? Нет, не только. Нет, не только, да? Были и из лицеев, были, да, это очень интересно. Они сами сказали, я же спросил, вы из какого лицея? Из лицея с румынским языком. Лицея с румынским языком. Молодцы! Это Львира Добрая говорит, это вы по написанию больше живете? Нет, ну, знаешь, так диктуют они. Ну, в румынских лицеях сегодня почти все дети свободно говорят на русском языке. Они немного хуже пишут наверняка, но они свободно говорят на русском языке. Знаете, у меня... Такое дело культур в городе у нас настоящий. Я живу на шестом, у меня с одной стороны двенадцатая школа русская, с другой стороны двадцатая молдавская. Я хочу сказать, они как раз у меня во дворе собираются покурить, и если они о чем-то говорят, о чем-то добром почему-то, они в основном говорят на молдавском, на румынском, да? А ругается на русском очень громко. Черт, я знаю. А как говорила твоя бабушка, не надо бояться русского языка. Это да. Когда они ругаются... Она его персонифицировала. Она много чего нам такого рассказывала. Я хочу сказать еще последнее, вот мне просто хочется вам это сказать, что я полагал, что это будет проще. Я полагал, что я... Проще текст диктантов? Нет, что мне легче будет написать. Ты волновался? Нет, не то, что волновался, но я, ну, как-то вот, ну, интеллектуальный труд какой-то, какой-никакой. Вы знаете, когда лист перевернул, я подумал, е-мое, и долго еще, долго еще писать. Он переживал, чтобы ему хватило листочка. Чтобы не хватило, чтобы хватило. Мне, например, размашистый почерк, мне точно не хватило. Тем более мы сейчас все на компьютере, да? И руками вот это... Да, да. И еще пишут, что думаешь, боже, бедный человек будет разбирать потом, что это... Которые писали онлайн, и как проверяют, оценивают? А, они отправляют. Отправляют, да? А когда они пишут, у них там автоматически компьютер исправляет ошибочки, насколько мне известно. Так у них получается, нет? Это потом, когда интерактивные диктанты выкладываются. Да. Так, Эльвира, ну-ка, назови нам, пожалуйста, кто у нас был в гостях. Мы еще заключительно представим. Татьяна Николаевна Сюзанская, это у нас доцент Великого государственного университета, это руководитель русского центра. И русский центр, это как раз главный организатор всего этого мероприятия. Татьяна Николаевна, да? Теперь это то, что у нас там озвучил, это Владимир Николаевич Бражук, доктор филологии, замдекана факультета словесности. Так мне хочется сказать словистики, видите, что значит? Слово красивое. Слово красивое. Координатор диктанта, тотального диктанта. Бельцик, да. Да, Бельцик, координатор. Организатор в Бельцик. Все, да, а то я тут запутаюсь. И Федор Михайлович Гарленд, доктор филологии, председатель экспертной комиссии. Опять поправляете меня, Владимир Николаевич, что такое? Я как координатор хочу очень важную информацию сказать, что работы уже все проверены. Так. И сейчас данные... Могут смотреть уже, да? Нет, еще. Сейчас мы все это сверим окончательно. Комиссия проверим там, где спорные моменты, чтобы было две подписи. И все эти данные будут внесены на сайт. И каждый человек, кто написал... Если можно озвучить, какой сайт, еще раз повторите. TotalDict.ru Вы можете зайти, либо задайте русский центр БГУ, вы найдете в интернете, вы увидите, там будут ссылки. Вы заходите, вводите свое имя, фамилию, либо свой псевдоним, потом кодовое слово, и только вам одному будет известно количество ваших орфографических и путационных ошибок, а также ваша оценка. Причем оценку мы не выставляем. То есть мне пришел этот документ в Excel, я туда ввожу только имя, фамилию, орфографические и путационные, и ввожу код. Все, Новосибирск сам выставляет атоматические оценки. Хотя мы знаем, мы знаем критерии, хотя критерии нам известны, потому что критерии мы тоже получили. И каждый человек индивидуально может узнать свою оценку. А в среду, 16-го числа, в 15.00 будут вручены сертификации с официальной печатью и подписью писателя комиссии. Этот сертификат человек сможет предъявить везде, там будет написан, например, сертификат, удостоверяет то, что такое-то, такое-то. Написал тотальный диктант на какую-то оценку, допустив там одну орфографическую, например, и одну пунктационную ошибку. Только это в среду мы будем знать, да, кто получит сертификат, да? А сейчас пока у вас нет, да? А в среду, уже после 15.30, председатель экспертной комиссии, филологи-эксперты дадут ответы на все вопросы. Если человек, если он хочет забрать свою работу, хочет проконсультироваться, он может прийти, назвать свою фамилию, кодовое слово, ему будет вручена его работа, и объяснены все его ошибки, если у него будут какие-то вопросы. То есть получить консультацию. Да, из 145 присутствующих, да, кто написал, вот интересно, а кто, вот сколько человек? Мы не можем сказать. Не знаете, да, все хорошо, будем задать. В среду мы обязательно поприсутствуем, чтобы наши зрители могли увидеть воочию, как это происходит. И мне кажется, особенно будет интересно посмотреть на тех людей, которые пишут без ошибок. Да, и Федор Михайлович там объяснит основные. Да, мы пригласим обязательно. Да, вот вы абсолютно правильную мысль интересную сказали, что действительно, человек, который высокую оценку напишет, его сразу можно приглашать на радио, говорить с ним за жизнь, наверняка это интересно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое. И хочется сказать слова благодарности всему городу, от малой до великой, потому что откликнулись все. Во-первых, учителя, учащиеся, подростки, юноши и девушки, люди старшего поколения. Откликнулась примария, откликнулись средства массовой информации. За это вам отдельное спасибо. А вам спасибо за то, что вы пришли. И мы с вами побеседовали. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, всего доброго. Понедельник лайф. Понедельник лайф.